Белгородщина на сегодня единственный регион в стране, который внедрил в сервис электронный рецепт в полном объеме. Сейчас онлайн-бланки выписывают во всех государственных поликлиниках области. Аптеки включили в систему бронирования лекарств, а с 1 апреля врачи используют и функцию автоматического продления назначения. Отрабатываются механизмы доставки препаратов на дом, что значительно облегчит жизнь пожилым и маломобильным гражданам. В Старомоскуле электронными рецептами пока пользуются лишь 20% горожан. Остальные предпочитают по старинке, получать назначение на бумаге. О плюсах и минусах цифровизации расскажет Ольга Шалыгина. Больше никаких проблем с неразборчивым почерком. Теперь вы не потеряете листок с назначением врача. В считанные секунды узнаете адрес ближайшей аптеки, где препарат имеется в наличии. А также сможете сравнить стоимость лекарства по городу. Кроме того, приложение само напомнит, когда и в какой дозировке нужно принять препарат. А еще электронный рецепт врач может продлить без визита пациента. Что актуально для получателей льготных препаратов. Плюс с цифровой версии проще оформить возврат налогового вычета – 13% за покупку лекарств. Информация о покупке передается автоматически в налоговую при условии сканирования чеков в аптеке. И это еще не все плюсы отказа от бумажных аналогов. Каждый доктор может посмотреть, что назначил предыдущий врач и скорректировать лечение. Это удобно. Удобно в плане контроля назначения, безусловно. Потому что я сразу вижу, препарат покупался, принимался и могу оценить качество лечения. Доверять или не доверять в этом случае этому препарату. Сейчас мы полностью переходим на веб-версию нашей программы, которая работает только через интернет и будут видны все данные по всей области. Электронный рецепт оформляется в шесть раз быстрее бумажного. Всего 30 секунд вместо трех минут. Доктор осматривает пациента, назначает соответствующее лечение, оформляет запись медицинскую о пациенте. И в этом же талоне непосредственно заходит в раздел назначения лекарственных препаратов, нажимает на новый рецепт и заполняет. Выбирает непосредственно препарат, способ его применения. Программа сразу автоматически просчитывает, сколько нужно таких препаратов, пачек или таблеток на курс лечения. Сегодня в Старом Асколе к системе подключились практически все аптеки. А значит, получить лекарство по электронному рецепту не составит труда. Вы приходите в аптеку и называете свою фамилию, имя, отчество и будет видно, какой препарат вам выписан. Либо можно зайти в свой сотовый телефон, установив приложение электронный рецепт и по QR-коду вот такому нажать и предоставить в аптеку. Электронные рецепты действуют наряду с бумажными. Их не отменяли все по желанию пациента. Преимущества нововведения некоторые староскольцы уже оценили. На мой взгляд, электронные рецепты действительно намного удобнее, потому что иногда не понимаешь почерк, а тут сразу все написано и дозировка. И ты ничего не запутишь, не надо переспрашивать. Просто принес в аптеку, тебе выдали и ты пошел дальше. Все видно в электронном доступе. Я минусов не вижу, какие могут быть. Но и минусы все же есть. Система еще в стадии внедрения, а потому нередки программные сбои. Со временем, конечно же, все ошибки и недочеты будут скорректированы.